у меня осталось два долго с прошлой пары во первых про поиск отрицательных циклов форт беллмане а во вторых я еще после x и понял что мы с вами корректность а звездочки не доказали я все говорил 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 вот мы доказали что там значит возрастают но не доказали что корректный ответ находится но сейчас попробуем доказать во первых с флот беллманом там была такая лемма ну давайте утверждение не помню что если вот вы сделали один лишний шажок с минус 1 итерации до n тогда на каждом цикле хотя бы одно из значений уменьшится то есть если вы отрезать на цикл то есть хотя бы одна вершина в нем что dp новое меньше дп старая если c отрицательный цикл сейчас доска высохнет я надеюсь будет лучше видно то в нем найдется обязательно вершина такая что dp в это н меньше чем минус 1 вот если это про форт беллмана говорить dp в это минус 1 так но доказательство будет сейчас такое давайте рассмотрим этот самый отрицательный цикл вот он цикл c давайте введем веса ребер c1 c2 и так далее ck мы знаем что сумма весов ребер отрицательна по предположению c1 плюс c2 плюс так далее плюс ck меньше нуля так теперь предположим противное что ни для какой вершины v из цикла такой не достигается все противного то есть любой v из цикла dp в это n ну смотрите здесь как бы надо написать больше бы равно но понятно что больше брону превращается просто в равенство на самом деле потому что вспомним как у нас там очередной слой считать через предыдущий надо взять минимум из того что там уже лежала на предыдущем слое и попытаться провести как бы последнее ребро поэтому неравенство больше равно заведомо превращается просто в равенство dp в это n минус 1 потому что еще раз вот эта вот штука это минимум из вот этого на это уж там лежал на прошлый шаг на прошлом шаге и всех dp ut n минус 1 плюс вес ребра из в по тем ребрам у в который есть графе вот ну тогда давайте просто напишем следующее посмотрим какой-нибудь это ребро ци это вот давайте пусть будет вы это этого и плюс первое тогда смотрите при переходе от минус 1 итерации к n мы в частности делаем релаксацию делом обновления вдоль вот этого ребра на и поэтому напишем что dp на n dp n для этой вершинки она в частности не больше чем dp n минус 1 для этой плюс вес вот этого ребра dp в и плюс 1 n меньше равно dp в это 2 и t n минус 1 плюс цит и ну вновь потому что мы так динамика пересчитываем для насчета n-ого слоя для какой-то вершинки мы рассматриваем все ребра которые в нее входят да смотрим на n минус 1 значение динамики в предыдущей вершинке добавляем вес ребра вот теперь сложим все эти неравенства по всем по всем ребрам по всем и сложим вот эти вот неравенства по всем и значит слева у меня то есть я вот тут суммирую по и у меня получится сумма всех dp в это n по всем из 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 цикла сумма dp давайте не что там вы это n по всем вы из цикла меньше либо равно теперь здесь сделано то же самое здесь опять таки такте я хочу здесь тоже выйти пробегать все вершины поэтому сумма будет такая же только с 1 слоя dp в это цен минус первого слоя но здесь будет просто сумма всех весов ребер до сумма цитая по всем и которая меньше нуля в свою очередь гарантированно потому что мы знаем что цикл отрицательный вот но еще мы предположили что для любой вершинкой цикла у нас вот эта штука и вот эта штука совпадают поэтому эти суммы совпадают значит их можно просто зачеркнуть да там сумма по всем вершинкам на этом слое здесь сумма по всем вершинкам на н с первого слоя в итоге мы получили что 0 меньше либо равно чего-то отрицательного противоречия значит действительно хотя бы на одной вершинке значение динамика уменьшится понятно вот хорошо ну напомню да что доказав это утверждение мы поняли как найти ну не все отрицательные циклы но хотя бы по одной вершинке возможно даже по несколько на каждом отрицательном цикле если мы это нашли то затем нужно просто от них запустить dfs и от от каждой вершины лежащих хотя бы на одном таком цикле и все достижимое достигается за минус бесконечности то есть если есть вот эта вот вершинка в на таком пути то можно этот цикл мотать 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 и получить в итоге сколь угодно большой по модуле отрицательный путь до любой вершины достижимый зла вот доказали хорошо значит теперь утверждение про а звездочку надо тоже добить что если у нас была монотонная вристика то а звездочка всегда находит правильный путь так всегда находит правильный путь давайте попробуем что знает что он находит правильный путь так сейчас неправда да что он совершенно в таком порядке перебирает а ну да 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 смотрите все нормально значит давайте вспомним что мы уже доказали мы доказали вот у меня есть старт вот у меня есть финиш ст мы понимаем что наш алгоритм делать как-то так он сначала w от с потом значит ее раскрывает то есть все ребра из него просматривает потом идет в вершину с минимальным посчитанным значением f ее тоже как-то раскрывает то есть он на каждом шаге выбирает минимальное значение f где я напомню f это f от в это же от в плюс h от в еще мы доказали что в случае монотонной эвристики мы будем то есть последовательность вершин которые мы извлекаем из кучи обязательно будет увеличивать значение f а то есть вот минимумы которые вы каждый раз из кучи извлекаете из вашего дата структурки они всегда идут в порядке возрастания f ну не строго возрастания да то смогу могут совпадать но они обязательно больше либо равны каждый раз чем то что вы вытащили в прошлый раз вот ну и тогда смотрите когда мы дойдем до конца да когда мы там все обработаем и дойдем до вершинки т на самом деле просто когда мы дойдем до вершинки т здесь будет храниться f от т то есть вершинка т обработается алгоритм наш закончится ровно тогда когда из кучи извлекается вершина т то есть когда f от становится минимальным значением в кучу ну смотрите что такое f от т это же от т плюс h от т g от т плюс h от т значит h это ноль по определению монотонной эвристики она для конечной вершинки должна быть нулем значит на самом деле f это просто же в нашем графе то есть оценка на расстояние от s до т значит в какой-то в момент времени когда у нас f извлекается на самом деле понимаешь что мы посчитали расстояние до т ну вот я говорю что же это на самом деле не взять на расстояние да то есть в каждом конкретном определенной 0 это настояние а вот оценка сверху на расстояние то есть мы нашли некий путь длины живет еще совсем не обязательно кратчайший но утверждение говорит что он кратчайший то есть как только мы дошли как только мы нашли вот это f а ты соответственно же а темы глив policing что это правильный путь вот но это верно потому что если кратчайший путь меньше если кратчайший путь короче давайте Давайте посмотрим какой-нибудь настоящий кратчайший путь длины opt. Настоящий кратчайший путь. И если opt меньше, чем gt, то тогда получается, что вот это вот значение точно меньше, чем, ну, точнее, f, если бы мы шли по вот этому пути, было бы меньше, чем если бы мы шли по вот этому пути. Ну и понятно, что тогда f для вершинки t когда-то в будущем. То есть если мы продолжаем работать нашим алгоритмом и ждем, пока он не найдет этот путь, тогда в будущем значение f вот здесь должно упасть, должно уменьшиться. То есть мы нашли вот такой путь, посчитали, давайте, например, да, вот здесь было 10, и я нашел f от равной 10. И говорю, что 10 это не оптимум, оптимум это 9. Ну тогда когда-то в будущем, в результате работы нашего гритм, мы решим, по сути, все пути перебираем, ну, в каком-то смысле. Значит, и вот этот путь длины 9 мы тоже рассмотрим. Значит, здесь в вершинке должно быть f от рвну 9 когда-то в будущем. Но мы говорили, что f от рвну 9 когда-то в будущем. Но у нас значение не убывает в каждой конкретной вершине. То есть если мы извлекли уже десятку, то до 9 оно уменьшиться не могло. Вот. Все. Давайте я словами что-то напишу. Значит, если g от t найдена оценка, оценка на 10 ст ст, а оптимум равно просто 10 ст ст, и при этом g от t меньше чем оптимум, точнее больше чем оптимум, то в будущем мы как бы переопределим f от t, равное оптимуму. И это меньше чем старое значение f. Вот. А такое мы доказали, что не бывает. Не бывает такого, что у вершинки, которую мы извлекли, и когда-то потом в будущем уменьшится f. Ну все. Вот. Значит, повторюсь, что на самом деле в этом утверждении можно слово монотонное допустить и слово допустимое, но тогда доказательство будет гораздо более громоздкое. То есть на самом деле ваш алгоритм все равно найдет правильный путь, даже если эвристика не обязательно монотонная, то есть не обязательно выполняется нерависть треугольника. Главное, что h всегда не больше, чем настоящее расстояние до цели. Вот. Даже если эвристика допустимая, то всегда найдется правильный цвет. Возможно, за большее время, асимптотическое, по крайней мере, но на практике возможно, то есть как бы там всякая разная магия бывает, что даже если эвристика не хорошая, не монотонная, то все равно там из-за задачи она вот работает хорошо. Вот это все. Всегда по-разному. Так, ну окей. Вроде с долгами разобрались. Теперь у нас такая небольшая тема про минимальные остовы. Поговорим сегодня. Алгоритм прима, крускала, надеюсь, баровки тоже успеем. Вот. Так, минимальные остовы. Остовы. Начнем с определения. Если же у нас какой-то граф, давайте напишем, что V, E — это граф, тогда его подграф называется остовом, ну, точнее, давайте прямо полностью напишем, значит, граф какой-нибудь, H, его подграф, остовный подграф, остовный подграф, если множество вершин графа H совпадает с множеством вершин графа G. То есть, граф остовный, если все вершины остались, только ребра могли удалиться. Я напишу вот так, V от H равно V от G. То есть, остовный подграф такой, что в нем ни одна вершинка не удалилась, только ребра могли удаляться. Дальше. T, как подграф G, это остовное дерево или просто остов. Остовное дерево в скобочках остов. Если T — это дерево, и T — это остовный подграф. Остовный подграф G. Примеров тут можно что-нибудь порисовать. Что-нибудь такое я нарисую. Вот это граф G. Шинки выделим пожирнее. И нам нужно оставить некоторое подможество ребер, которое бы оставляло связность на самом деле. То есть, мне нужно выбрать некое дерево в этом графе. Так что, то есть, иными словами, нужно выбрать некое множество. Ребер такой, что все вершинки будут связаны. Ну, не знаю, что-нибудь нарисую. Пожалуйста, остовное дерево. То есть, мы оставляем все вершинки и на них строим дерево. вот это вот G, вот это вот T. Ну, понятно, что ребер в графе T на один меньше, чем вершин. Мощность множества ребер в точности мощность множества вершин минус один. Ну, потому что так деревья устроены, да, если у вас есть сколько-то N вершинок, то ребер ровно N минус одно, потому что, если у вас есть там N точечек, то проведение каждого ребра у вас как раз-таки объединяет какие-то две компоненты связанности. Вот, например, изначально было N точек, вы провели ребро, объединили две вершинки в одну компоненту. Потом еще две вершинки объединили. Потом еще, значит, две компоненты уже теперь объединили, да, вот две такие объединили в одну большую. Ну, и так далее, и так далее. в одну и вам нужно за минимальное число шагов n компонент обвинить в одну это достигается с помощью ровно n минус 1 ребра ну и наша цель значит найти остовь минимального веса то есть если же это какой-то взвешенный граф то наша цель найти минимальный остовь просто остовь минимального веса цель если же взвешенный ну я здесь явно не проговариваю но граф конечно не ориентированный потому что если говорю про дерево то она наверное по умолчанию не ориентированная взвешенный не ориентированный граф то найти остовь минимального веса ну где веса 100 это просто сумма всех ребер у него входящих сумма весов ребер а так чего лима безопасным ребре нам нужно или что то же самое лима о разрезе называется еще иногда вот лима такая пусть у вас есть некая некий кусок минимального остова то есть вы знаете вам откуда-то известно что данное множество ребер является подмножеством некоторого минимального стола ну там сколько то ребер вы провели и говоришь что ага минимальный остов можно строить дальше начиная вот с такой вот базы то есть эти ребра вы берете востов обязательно плюс еще какие то можно к ним добавить что получился действительно минимальный остов тогда утверждается следующее что если вы посмотрите на самое дешевое ребро между вот этой вот компонента связанностью всем остальным да то есть у вас по сути есть компонент связанности вот на этих ребрах которые уже добавили востов вы смотрите самое дешевое ребро из всех которые торчат из этой компоненты в как бы во внешность ну например да вот все такие ребра вы перебираете и смотрите из них самое дешевое так вот тогда его можно добавить минимальному остову если у вас было подножить минимального стола вы рассматриваете минимальное ребро торчащего во внешность этой компоненты его добавляете и как бы Расширяете компоненту и утверждает, что это опять-таки подножие минимального стола. Но это будет базой всех наших алгоритмов. Они все будут базироваться, то есть их корректность будет базироваться на вот это вот лемя. Итак, как-то мы запишем. Пусть, давайте его назову f, или сейчас c, наверное, будет. Компонента. Это cfg под граф. Значит, c — это связанный под граф дерева. c — это дерево. То есть, ну, несколько выборов провели, и они все в одной компоненте связанности как бы лежат. c — это подмножество какого-то минимального стола в g. Пусть е — это самое дешевое ребро между c и внешностью c. Пусть е — самое дешевое ребро, ну, в g, которое соединяет вершину из c с вершиной из g без c. Соединяющая, ну, я вот так напишу, vc и vg минус vc. То есть, мы берем какую-то вешенку отсюда, из множества вешенок графа c, то есть, из какой-то вот этого компонента, и, соответственно, все остальные. Тогда c плюс е — тоже подмножить минимального стола. поднято утверждение? Хорошо. Доказательство. Значит, здесь все будет просто. Пусть не так, давайте сначала на пальцах, да? Пусть не так, тогда, ну, как-то же вот этот c соединяется с остатком графа. То есть, нам же нужно как-то все равно этот остов продлить, это дерево продлить до остов всего графа. Значит, ну, какое-то ребро уж точно выбрано, торчащее из вот этого c во внешность. Ну, пусть вот такое ребро, например. И оно не равно e. То есть, оно по весу, скажем, больше, чем e. Тогда, ну, грубо говоря, давайте мы e добавим, вот это вот e оптимальное добавим, а вот это удалим. Тогда у меня как бы связанность не нарушится, это мы поймем, да? Почему? Значит, e добавим, это удалим. Вот. Ну, и, значит, победа. Мы вес только уменьшили. Значит, на пальцах это будет так. Как мы это сделаем чуть формальнее? Значит, ну, пусть t — это минимальный остов, содержащий c. Мы знаем, что такое есть, да? По предположению, c — это поднож такого-то минимального остова. Вот его и возьмем. Если в t входит ребро e, то все уже хорошо. Если e в t, то доказывать нечего. Значит, иначе. Я нарисую такую картинку. Сейчас. Не буду. Ну, да, нет, нужна все-таки картинка. Вот у меня есть c, какое-то здесь есть дерево. И все остальное. g без c. g без c. t, понятное дело, то есть он содержит целиком c. Мы знаем, что все эти ребра присутствуют. А также он каким-то образом переходит между вот этими двумя компонентами. Ну, понятно, да, что если у меня есть как бы... То есть если нет ни одного ребра между этими двумя кусочками, то граф, конечно, не связан. Ну, давайте посмотрим, какие-то здесь есть ребра. Вот такое, такое, может быть такое и так далее. Сколько-то много здесь может быть ребер. И давайте мы также нарисуем здесь e. То есть вот есть отдельная выделенная e, которая не лежит в t. А все остальные ребра, пересекающие наш разрез, то есть переходящие между c и g без c, они входят в t. Так, значит, пусть e соединяет u и v. В конце этого ребра e это u и v. Тогда давайте посмотрим на путь в дереве t между u и v. Ну, t это же все-таки дерево, поэтому между двумя противовольными вышинками есть путь. И раз вот этого ребра e в этом пути нету, ну, вообще в дереве нету, да, вот этого ребра как бы нету в моем t, значит, это какой-то путь по дереву, по графу. Значит, как он может выглядеть? Давайте перерисуем. Как может выглядеть путь от u до v? Вот он как-то здесь петляет, потом переходит, потом тут как-то петляет, переходит и так далее, и так далее. Ну, например, что-то вот такое может быть. То есть мы этот разрез можем пересекать много раз. Так, и здесь вот есть наше волшебное ребро e. Ну, тогда давайте мы теперь можем удалить любой из вот этих вот ребер, любой из ребер, пересекающих разрез, который мы построили. То есть любой из ребер этого пути между u и v, который пересекает разрез. Его вес больше равен веса ребра e, то есть мы, скажем, его вот удалим, e вставим, и наш вес может только уменьшиться. Ну, не строго уменьшиться, да, потому что вес вот этого ребра больше равен вес ребра e. Значит, наш вес не ухудшился, поэтому мы построили новый остов, вес, которого не меньше, чем вес t, не больше, чем вес t, значит, это опять минимальный остов. Ну, и в нем есть e. Победа. Давайте это запишем тоже. Путь между u и v в дереве t, ну, я так напишу прям, пересекает разрез несколько раз. Пересекает разрез. Пересекает разрез, то есть вот как раз таки переходит между этими двумя облачками, между c и g без c. Может быть, несколько раз. Выкинем из этого пути любое ребро, пересекающее разрез, и вставим в него e. Любое такое ребро. Добавим e. Связанность восстановится, потому что, по сути, у меня был цикл, у меня был путь какой-то. Вот здесь вот e непроведенное, а я какое-то одно ребро из цикла удаляю. Но если удалить одно ребро из цикла и вставить другое, то связанность восстановится, да, потому что, как бы, как раньше на этом пути все было попарно связано, так и теперь без этого ребра, но вот с этим у меня останется связанность. Поэтому, значит, граф останется связанным, вес его не увеличится, значит, новый граф тоже минимальный остов. Связанность. Сохранится. Вес не увеличится. e добавится. Ну, значит, новый граф тоже минимальный остов, который содержит e. конец. Понятно? Шикарно. Так, ну вот это такая базовая лимма, очень стрейтфорвард, которая лежит в основе всех наших несложных алгоритмов для построения минимального остова. Значит, я пока что даже не сказал интлюзии, зачем вообще нам нужен минимальный остов. Ну, там, не знаю, да, как это совсем, первое, что приходит в голову, вот у вас есть какая-нибудь дорожная сеть, у вас мало денег, вы хотите оставить как можно меньше дорог, чтобы по-прежнему можно было добраться из любого города в другой. То есть вы не хотите обеспечивать там многосвязность, там, наличие многих путей, просто чтобы хоть какая-нибудь была минимальная связность. Ну, просто выбирайте минимальный остов, он обеспечивает вам связность за минимальную стоимость. Вот такое совсем, не знаю, базовое, что ли, для применения минимальных остовов. Так, ну что, алгоритм прима давайте тогда разберем. Значит, алгоритм такой. Вот в качестве нашего С мы будем выбирать… Пусть у меня есть какое-то множество вершин С, на котором я уже построил вот то самое подножство минимального остова. Дальше, по лемме я выберу самое дешевое ребро, которое торчит из С во внешность графа. То есть из всех вот этих вот ребер, торчащих из С, я выберу самое дешевое, вот это вот Е. И добавлю его к С. И пойду дальше. То есть просто каждый раз у меня есть множество вершин. Я выбираю самое дешевое ребро, торчащее из этого множества во внешность, добавляю эту вершинку к нашему С и перехожу к следующему шагу. То есть просто на каждом шаге нахожу самое дешевое ребро, добавляю его в нашу кучу, ну не в кучу, а в наше множество ребер. и получаю опять-таки подножку минимального остова. Так делаю n-1 раз, пока не построю все вершинки, пока не найдут все ребра. И корректность будет следовать просто из лемо-беспасного ребра, потому что каждый раз я добавляю ребро между остовом, между частью остова и внешностью графа. То есть логерем такой. Пусть c изначально это, скажем, просто вершина 1. Давайте я так напишу, что v от c это вершинка номер 1, а ребер пока что в нем нет. Потому что ребер пусто. В течение n-1 итерации делаю следующее. Найти самое дешевое ребро между c и g без c. То есть пусть e самое дешевое ребро между c и g без c. Ну, добавляем это ребро в c, соответственно, у меня появляется одно новое ребро, появляется одна новая вершина, конец вот этого ребра, ну и все, это как конец итерации. Добавить e в c. То есть множество ребер у меня увеличивается, к множеству ребер добавляется e, к множеству в шин добавляется второй конец ребра e, который раньше еще не был в c. Весь алгоритм, значит, корректность непосредственно следует излемой о безопасном ребре. корректность следует излемой о безопасном ребре. Не лень писать, вот так сокращу. Окей же, понятно? Вот, но осталось понять, как тут можно это реализовать, какая тут может быть асимптотика. Ну, самое простое, это n квадрат. Что симптотики? Во-первых, это n квадрат, просто нужно потом… Сейчас, что еще? Ой, я не умею за n квадрат. А, ладно, сори. Самое простое за nm. Что-то даже об этом не думал. Значит, самое простое за nm, потому что мы n итераций выбираем самое дешевое ребро из какого-то множества. Давайте просто n раз, просмотрим все ребра, и среди подходящих, то есть среди тех, которые соединяют наши две компоненты, наши два кусочка, найдем самое дешевое. Это вот прям совсем наивная реализация. Значит, можно за квадрат, чуть-чуть похитрее, давайте поддерживать для каждой вершины v, поддерживать самое дешевое ребро, которое в v торчит. Давайте прям так и обзорим. Значит, d от v. Это минимальный вес ребра e, такого, что e это, ну, скажем, какое-то ребро между вершинками u и v, где u лежит в c. Ну, это я вот формально написал. По смыслу это следующее. Вот у меня есть текущая версия c, есть вершинка v, я рассмотрю все ребра, которые вот такие, да, то есть между v и текущим множеством c. Выбираю из них самое дешевое. Храню минимальный вес ребра. Тогда на каждом шаге, на каждой итерации мне нужно найти вершинку v с минимальным d, ну, среди тех, которые вот еще не в c. Да, потому что мне нужно найти, в принципе, минимальное ребро, но чтобы минимизировать ребро, мне достаточно как бы рассмотреть для каждой вершинки минимальное ребро в нее входящее и взять минимум среди них. Ну, как бы я разбил все множество ребра на несколько и беру минимум в каждом множестве, потом из них выбираю минимум. Значит, вот я взял минимальную вершинку, знаю, какое ребро нужно добавить. Вот его добавляю, так расширяю мое множество c, и мне нужно теперь обновить все вот эти d-шки. Но d-шки обновляются так. Нужно просто пройтись по всем ребрам, исходящим из v, и обновить d для вот этих вот конечных вершин. Все. Вот это обновление будет работать за m, потому что, ну, суммарно за m, потому что я для каждой вершинки просто все ребра из нее посмотрел. И на каждом шаге мне нужно n-1 раз найти минимум вот в этом вот массиве. Я, если это делать совсем в тупую, просто проходом по всем вершинкам, то это будет n квадрат плюс m. Ну, давайте здесь я напишу как бы плюс m, но, конечно, m меньше, чем n квадрат, поэтому здесь просто n квадрат остается. Так, значит, давайте это тоже запишем. d — это вот такая итерация. Как выглядит тогда итерация? Это найти v с минимальным значением d от v по всем v, не из c. найти v, не принадлежащего c, с минимальным d от v. Добавить v к c. Ну и пройтись еще теперь по всем ребрам, торчащим из v, и обновить d для всех соседей v. обновить d для всех соседей v. Понятно? Вот, работает за квадрат, сказал почему. Потому что вот это обновление суммарно за m, потому что здесь, по сути, просто количество ребер. Ну а здесь мы n раз находим минимум. Если минимум искать за линию, то получится n квадрат еще слагаемое. Вот. Значит, это хорошо, если у вас граф очень плотный, и m близко к n квадрату. Если граф почти полный, ребер почти столько же, сколько, в принципе, может быть, n, n сегодня пополам, тогда вот это оптимальное, что можно сделать. Ну, либо можно повеселиться со всякими кучами, потому что, по сути, мы делаем то же самое, что в алгоритме d extra. Ну, почти то же самое. Мы обновляем что-то, то есть делаем decrease, потому что эта штука может только обновлять d, и извлекаем минимум. Значит, мы n раз делаем extract min, и m раз decrease. Decrease. Вот. Ну, такое мы уже делали в алгоритме d extra. Ровно у нас такой же набор операций был. n раз extract и m раз decrease. Все. Вот эта штука дает двоичная куча, ну, либо можно вот за столько с помощью фибоначевой кучи это сделать. m плюс n лог n. Фиб куча. Ну, и в целом, как бы, если вы вспомните алгоритм d extra, то здесь у нас происходит что-то очень-очень похожее. Я в d extra точно так же для каждой вершинки храню как бы минимальный, ну, там стоимость пути до вершинки v была. Здесь я храню стоимость ребра просто торчащего v. То есть в d extra пути, а здесь просто одно ребро, последнее мы храним на пути v. Извлекаем v с минимальным d, обновляем для соседей и продолжаем. n минус один раз. В d extra было абсолютно то же самое. Поэтому и симптотика здесь похожа. Ну, и, в общем, весь алгоритм, как бы, канва алгоритма такая же. Но, конечно, задачи они решают совсем разные. Так, хорошо. Значит, дальше еще есть алгоритм Крускала. Сейчас мы его разберем. Но для начала мне нужно сделать две вещи. Во-первых, давайте сначала обобщим лему о безопасном ребре. Следствие из лемы о безопасном ребре. Значит, там было такое, что вот есть у меня один, как бы, кусочек, и мое текущее подмножество остова является связанным графом. То есть я рассматриваю дерево, как вот здесь, да? У меня было дерево, я к нему добавляю одно ребро, у меня остается дерево. А я хочу немножко обобщить мою конструкцию и сказать, а пусть у меня есть несколько деревьев, которые, вот, объединение которых является подмножеством минимального стола. То есть эти ребра не обязательно все вот в одном множестве лежат, не обязательно связанный граф образует, а просто это какой-то набор ребер в нашем графе. Что-то вот такое совершенно произвольное. И хочу сказать то же самое. Пусть мы рассмотрим самое дешевое ребро, которое соединяет, ну, вот две компоненты такой связанности, две компоненты связанности, или вообще, например, одну из компонент, ну, то есть есть вот у меня компоненты. И давай считать, что если у меня есть отдельные вершины, то это тоже отдельные компоненты. Вот так, да. Значит, тогда рассмотрим самое дешевое ребро между компонентами. И если вот раньше у меня было подножество остова, то добавление этого вебра тоже не испортит остовность. Записывать, конечно, сложно. Ну ладно, если h это подножество t, подножество минимального остова, а e это самое дешевое ребро, соединяющее разные компоненты в h. Вот так напишем. Самое дешевое ребро, соединяющее разные компоненты связности h. Тогда h плюс e тоже подножество минимального остова. Подножество минимального остова. Вот. Ну, утверждение почти очевидно. Значит, пусть e вот какое-нибудь, не знаю, вот такое. Вот оно. Тогда давайте мы скажем, что вот это вот c, одну из компонентов, которые соединяет это ребро, обзовем за c. Все остальное, соответственно, g без c. Тогда раз e это, в принципе, минимальное ребро, соединяющее вот эти вот разные компоненты, то уж тем более e это минимальное ребро, пересекающее вот такой разрез. То есть соединяющее c с остатком графа. Ну, потому что e это минимум вообще среди всех таких ребер, вот таких ребер и так далее и так далее. То есть оно, в принципе, самое маленькое, поэтому оно минимальное, соединяющее c со всем остальным графом. Значит, e можно добавить по лиме без опасного ребря. Конец. То есть если оно самое маленькое прям вот во всем этом объединении, то оно и самое маленькое здесь, и его можно добавить по лиме без опасного ребря. Ну, то есть, конечно, у меня… Сейчас. То есть я явно, да, в лиме без опасного ребря сказал, что у меня подножить остовы только вот это вот c, а здесь как бы нет ребер. Но на самом деле понятно, что там нигде не требуется, что вот ни одно из этих ребер пока что не входит в остов. То есть то же самое работает. Мы возьмем… Если e не входит в остов, давайте рассмотрим какое-нибудь дерево, минимальное остовное дерево, рассмотрим, как вот эти деревья все соединены, уберем там ребро и вставим e. В общем, то же самое абсолютно по логике. Так, значит, тогда теперь можно сделать следующее. Вот алгоритм Крускала работает следующим образом. алгоритм Крускала. Тут вот часто в руссказничном сообществе происходят баталии. Его кто-то называет Кра-Скал, кто-то Крускал, ну потому что он вот такой, вот насколько я знаю, в оригинале. Вот, и, соответственно, наверное, я не знаю, к сожалению, никакой национальности, но, наверное, это все-таки Кра-Скал, но я привык называть его Крускал. Итак, давайте все ребра отсортируем в порядке возрастания весов и просто добавляйте каждое из них, если оно, ну, действительно соединяет разные компоненты. А если оно как бы соединяет ребра в одной компонент, то не добавляйте. Отсортируем ребра в порядке возрастания весов. Идем по ним в этом порядке. И каждое очередное ребро добавляем в остов, то есть добавляем в текущее множество. Если и только если оно соединяет какие-то разные компоненты. Ну, потому что если вы нашли ребро, которое соединяет там две вершины из одной компоненты, то понятно, что оно бесполезно, его не нужно добавлять. Только ребра между разными компонентами добавляем в наше множество. Значит, в этом порядке добавляем очередное ребро к ответу, да, то есть, ну, в t, давайте я напишу прям в минимальный остов, если оно соединяет разные компоненты. Вот такой алгоритм. Значит, корректность следует из вот этого вот следствия, потому что, ну, вот как можно здесь было бы сформулировать алгоритм, да, вот у меня был h, скажем, изначально пустой, я взял минимальное ребро, добавил его, у меня теперь появилось какое-то разберение на компоненты. Взял минимальное ребро, которое соединяет разные компоненты, добавил его и так далее, и так далее. Вот здесь, по сути, то же самое, только мы перебираем ребра не вот в этом порядке, да, что каждую из них надо добавить, а просто во всем порядке возрастания длин, возрастания весов. Мы понимаем, что вот здесь вот ребра добавляются в порядке возрастания весов, потому что, ну, там, когда мы объединяем какие-то компоненты, то есть, если какое-то ребро есть, то следующее, добавляемое к h вот в этом алгоритме, будет только больше. Ну, как бы мы только уменьшаем множество допустимых ребер. Вот так, да. Ну, а здесь мы просто все ребра посортили, то есть, в каком, в принципе, они порядке могут следовать, мы им алгоритмом рассматриваем, и добавляем их, если они не нарушают ацикличности, то есть, если они реально связывают две разные компоненты, потому что если они лежат в одной компоненте, то есть, если вершины этого ребра е текущего лежат в одной компоненте, то понятно, что его добавлять не нужно, оно нам не нужно, оно не улучшает связности, не добавляет связности. Вот, поэтому алгоритм тоже корректный. И тут надо понять, за сколько можно все это поддерживать. То есть, ну, понятно, что первый шаг работает за m log m, скорее всего, за m log m, потому что вы сортируете просто массив длины m. Вот, и в принципе это уже не то, что сильно лучше, чем алгоритм прима, потому что вы вот здесь вот уже, значит, здесь уже m log m, а в приме было m log n, если писать его на бинарной куче. m log n, вот, но, как бы, возможно, эту сортировку можно сделать быстрее. Например, если у вас веса маленькие у ребра, вы знаете, что все веса там от числа от 1 до 10 и целые обязательно. Тогда вы эту сортировку можете сделать за m, обычной сортировкой подсчетом. Ну, или, в общем, как-нибудь еще, да, можно эту сортировку сделать чуть быстрее. Понятно, что в общем случае, конечно, быстрее еще m log n сделать нельзя, мы это доказывали в прошлом семестре. Но вот, возможно, как-то сортировку можно улучшить. То есть в каких-то особенных случаях, если веса не очень большие или веса предсказуемо себя ведут, то эту сортировку можно выполнять проще. Ну, или, например, во входе вам как-то гарантировано, что веса заданы в порядке возрастания весов. А дальше нужно как-то вот поддерживать, вот как-то понимать вот это, что ребро соединяет разные компоненты. Значит, надо поддерживать как-то разбиение графа на компоненты связанности, добавлять ребра, то есть сливать какие-то две компоненты, потому что если у меня были две компоненты, я добавил ребро, то я, по сути, просто объединяю вот эти два множества вершин. Вот. И уметь быстро проверять, правда ли, что данное ребро, ну, то есть, правда ли, что данные две вершины лежат в одной или в разных компонентах связанности, в одной или в разных облачках вот этого вот нашего разбиения. Ну, и то, что нам нужно, это так называемая система непересекающихся множеств. По-русски это snm сокращение, по-английски это dsu, disjoint, set union. Давайте еще раз запишем, что мы хотим. Мы хотим хранить некое разбиение всего множества вершин на множество, причем эти множества как бы не пересекаются, да, дизюнктное множество. Мы хотим хранить разбиение и отвечать на два типа запросов. Лежат ли два, лежат ли две вершины в одном множестве и плюс еще операция объединения. Вот было два множества, мы их как-то задаем, как-то на них показываем и говорим, что их надо объединить. Значит, первое это, давайте я напишу так, узнать, в каком множестве лежит v. Второе, объединить два множества. Это то, что мы хотим от нашей структуры. Хорошо, давайте сделаем. Значит, смотрите. Мы в каждом множестве, то есть мы вообще будем говорить, что множество задается множеством своих элементов. И вот когда я здесь говорю объединить два множества, я не множество указываю, а скорее указываю по элементу в двух множествах. Есть у меня два облачка, да, два множества. Я говорю, что вот есть x, вот есть y, и мне нужно объединить два множества, в которых в одном лежит x, в другом лежит y. То есть я как бы множество ассоциирую с его представителями, с его элементами. Вот. А дальше давайте я для каждого множества заведу лидера. Ну, на самом деле... Сейчас. Ну да. Значит, для каждого множества я заведу лидера, то есть как бы главного представителя. Лидер, так его и назовем. Вот. И еще мы будем строить в каждом множестве дерево с корнем в лидере. Смотрите, вот все, что было раньше, давайте мы пока что забудем, что было раньше, что у меня был какой-то граф, минимальный остов, проведите ребра. Это все пока оставили. Сейчас у меня вот такая конкретная задача. Вот есть два типа запросов, мне нужно на них отвечать. Так вот, я в каждом множестве назначаю какого-то лидера, как угодно, и провожу вот такое вот дерево, какое я хочу с корнем в лидере. Ну, например, что-то вот такое у меня будет. То есть я говорю, подвешу мое дерево за лидера. И тогда смотрите, как, например, понять, в каком множестве лежит V, какая-то вершинка. Вот я храню в каждом множестве дерево, и тогда, чтобы понять, в каком дереве лежит V, мне нужно просто подняться по этому дереву до корня и узнать лидера этого дерева. Поднимаюсь до корня, узнаю лидера, и, собственно, это и будет наш идентификатор множества. Да, множество будет задаваться своим лидером. И тогда, чтобы понять, лежат ли две вершины U и V в одном множестве или в разных, мне нужно будет подняться по вот этим деревьям от V до лидера и там от U до лидера. И если это разные лидеры, то мы получаем, получается, лежим в разных множествах. Если это лидер один и тот же, то картинка какая-то вот такая, например. У и V являются потомками одного и того же лидера, то есть лежат в одном множестве. Еще раз скажу, что вот эти вот ребра, которые мы проводим, в общем случае не имеют ничего общего с той задачей. Там, где мы проводим какие-то ребра в графе G и добавляем их, вот эти ребра могут быть совершенно не связаны с теми ребрами графа G. Мы просто их проводим так, чтобы нам было удобно, чтобы нам получалось вот эту структуру как-то быстро строить. Ну, нам что нужно? Нам нужно, чтобы, наверное, глубина этого дерева была не очень большая, потому что время, чтобы определить, в каком дереве лежит V, то есть какой лидер у соответствующего множества, оно пропорционально глубине дерева. Да, и чем менее глубокое наше дерево, тем нам лучше. Поэтому это дерево, конечно, если мы просто будем строить по графу G, то есть как там объединять компоненты, то это может работать слишком долго, потому что глубина может быть большая. Поэтому мы его будем перестраивать, и в общем случае это никак не связано с G. Еще раз повторяю, потому что это важно. И здесь можно запутаться. Так, хорошо. Ну, давайте пока что сделаем такую вещь. Сейчас, секунду. Да, то есть у каждой вершинки храним родителя. P от V будет предком в моем вот этом дереве. P от V — это предыдущая вершина. Давайте я прям так напишу. Родитель в дереве. Родитель в дереве. Ну и, соответственно, P от вершинки равно самой себе, или там минус единица. Кажется, я пишу минус единица, но это неважно, конечно. Если это лидер. Давайте напишем, что P от L — это минус единица. Если только если, L — лидер своего множества. Своего множества. Тогда давайте напишем процедуру узнавания, где лежит вершинка V. Я ее назову get. Я хочу получить номер, какой-то уникальный идентификатор множества, в котором лежит V. Если V — это лидер, то есть если P от L равно минус единице, то return V. Иначе return get от P от V. Я напишу, видимо, это в одну строчку, чернатым оператором для разнообразия. Значит, return. Надо проверить, правда ли, что P от V — это минус единица. Правда ли, что P от V равна минус единица? Если да, то вернуть V. Иначе get от P от V. Конец. Весь get. Знаете же, да, return on operator? Менете пользоваться? Отлично. Вот. Я вот, кстати, не знаю. Наверное, в C же тоже такое есть. Кайф. Так, хорошо. Get мы поняли. Поэтому мы вот уже научились отвечать на этот запрос. И в частности мы умеем понимать, правда ли, что ребро хорошее, то есть соединяет разные компоненты связанности. Правда ли, что вот вершинки U и V, которые мы пытаемся соединить, правда ли, что у них вот эти get-ы различны. Теперь давайте сделаем unite. Сделаем объединение двух множеств. Для этого мы воспользуемся тем, что называется эвристика по рангу. И вот здесь слово эвристика, оно, конечно, не очень хорошее, по моему мироощущению. Эвристика по рангу. Потому что эвристика, в моем понимании, это вот то, что было во звездочке. Это как бы какое-то приближение на ответ, грубо говоря. Это что-то, что не гарантированно, но там, скорее всего, из-за условий задачи дает такое-то приближение на ответ или так-то заставляет быстро наш алгоритм работать. Здесь эвристика, как бы это просто классическое словосочетание, да, что вот здесь есть две эвристики, такая и другая, еще чуть будет позже. Они как бы хорошо работают. Они не просто там как-то в среднем, да, делают нам лучше на каких-то тестах, а прям всегда. Вот мы сейчас делаем так, что эта эвристика позволяет нам обрабатывать все, грубо говоря, за логарифм. Все запросы мы научимся отвечать за логарифм. Значит, эвристика по рангу. Давайте в каждом, в каждой вершине, сейчас не так, в каждом лидере будем хранить размертику и его множество. size для L — это число вершин в множестве, лидером которого является L. Число вершин в множестве с лидером L. Тогда, когда нам приходит запрос объединения двух множеств, вот мне нужно объединить два множества с лидером A и B. Лидер A, лидер B. Я буду меньше подвешивать к большему. И вот если size B меньше, чем size A, то я буду проводить ребро из B. Соответственно, A станет лидером, а B станет уже не лидером, потому что он, ну как бы, его новым лидером станет A, его родителям станет A. Иначе, если B больше, то я, наоборот, A подвешиваю к B. И здесь смысл будет такой, что каждый раз, когда вы проходите, вот если я нарисую такое ребро, да, что A является родителем B, то каждый раз проход по ребру вверх к родителю увеличивает размер текущего под дерево хотя бы вдвое. Вот если здесь было X, здесь было Y, которое больше X, то суммарно, когда вы поднимаетесь из B в A, вы из Y становитесь равным X плюс Y, то есть хотя бы в два раза увеличиваетесь. Ну, значит, глубина будет не больше, чем логарифм, потому что каждый такой подъем увеличивает размер текущего под дерево хотя бы вдвое. Ну и так можно увеличиваться максимумом логарифма раз. Значит, unite. Давайте я пока так схематично напишу. Unite A, B. Если size A больше, чем size B, ну, больше, либо равно, неважно. Тогда мне нужно сказать, что P от B это A. Новым родителям вершины B мы назначаем A. Ну и size A плюс равно size B. Size A плюс равно size B. То есть мы просто подвешиваем меньшее к большему. Всегда, если мне нужно объединить два множества, я нахожу из них то, которое имеет меньший размер, и подвешиваю его к большему. Вот. Давайте сейчас напишем чуть более детальный код. На всякий случай время все равно есть. Так, void.unite int int v. Значит, что это такое? Это процедура объединения двух множеств, задаваемых представителями u и v. Во-первых, надо понять вообще, в каких множествах они лежат, и если в одном и том же, то надо ничего не делать. Я сделаю так. U равно get at u, v равно get at v. Вот. То есть у меня множество не обязательно заданы лидерами, а просто какими-то вершинками, какими-то представителями. И чтобы мне было удобнее, я сначала превращу u и v в лидеров своих множеств с помощью процедуры get, которую мы уже написали. Вот. И если u равно v, то return просто. Если меня просят склеить одно и то же множество самим собой, делать ничего не надо. Это как бы плохой-плохой запрос. Его надо просто игнорировать. Иначе сделаем так, что к u надо подвешивать v. То есть если size u меньше, чем size v, то мы просто свопнем. Своп uv. Ну и сделаем вот то самое. Да, подвесим к u, v и увеличим size ut на size v. Конец. Вот такой unite. Вот. Ну и за счет этой эвристики, за счет такого способа подвешивания, за счет такого способа проведения ребра, мы получаем, что раз глубина ребра, извините, глубина любого дерева всегда не большим логарифмом, то и любая из процедур unite или get работает за логарифмом. А значит, и ответ на каждый запрос можно сделать за логарифмом. O от log n на запрос. Понятно, почему логарифм? Так вот, ну поэтому как бы здесь слово эвристика, оно несколько такое. Скорее это, не знаю, никакого другого синонима не могу подобрать. Но это вот прям что-то, что хорошо, что гарантированно улучшает время работы. Так, то есть на самом деле мы уже молодцы, мы уже за логарифм научились отвечать на все эти запросики. Теперь давайте рассмотрим вторую эвристику, так называемую эвристику сжатия путей. Эвристика сжатия путей. Значит, это что-то, что влияет на get, что влияет на получение лидера компоненты, ну то есть дерева, да, какого-то множества. Идея такая, вот смотрите, пусть у меня мой get как-то смог найти лидера для вершинки v, то есть он прошел по всему этому длинному пути и нашел его лидера l, нашел корень дерева. Так вот, давайте мы p от v перенаправим вот сюда сразу. Ну потому что мне на самом деле нет никакого смысла хранить весь этот путь. Абсолютно никакого, потому что мне не важна структура дерева. Мне важно только число вершин в каждой компоненте, чтобы вот те сайзы поддерживать, да, размеры под деревьев. И плюс мне нужно, наоборот, мне нужно как можно быстрее добираться от вершины к корню. Тогда давайте просто я переназначу, вот у меня раньше стрелочка была сюда, в родителя, а теперь у меня будет стрелочка вот сюда. Я переподвешу в век корню. И то же самое сделаю со всеми промежуточными вершинками. Вот так и вот так. Ну здесь ребро останется. То есть все, что я вот здесь прошел, у меня, все, что я здесь прошел, у меня сжимается, то есть все вершинки поднимаются в качестве детей лидера l. Еще раз повторю, что вот, да, здесь мы перестраиваем дерево. Еще раз, нам не важна структура дерева. Нам не нужно, чтобы эти ребра были обязательно из какого-то там графа, что они какие-то хорошие. Нужно просто поддерживать вот эти вот компоненты связанности, деревья, как мне угодно, как вот душе мне приятно, так и буду делать. Вот хочу делать так, чтобы каждая вершина была как можно ближе к l. Вот делается это так. int get на int v. Если p от vt минус единица, тогда return v. Вот иначе. Ну я здесь напишу что-то, наверное, что не очень хорошо писать в настоящем коде, но, не знаю, я так привык в этом, в олимпиадном коде писать. Как, значит, здесь будет написано? Return p от v равно get от p от v. Get от p от v. Не знаю, в общем, я небольшой промышленный программист, но что вот это делать? Значит, мы сначала, конечно, рекурсивно запускаемся от родителя, получаем get от p от v, да, как бы лидера получаем. Затем присваиваем, что p от v это лидер, p от v это лидер, то есть перенаправляем это ребро. И возвращаем, собственно, результаты присваивания, то есть просто l возвращаем в качестве ответа. То есть мы его посчитали, переприсвоили, да, как бы перенаправили стрелку и вернули в качестве ответа. И, значит, рекурсивно у меня тоже все вот эти стрелки перенаправятся в лидера. Победа, то, что я хотел. Вот это эвристика жадей путей. Еще раз повторю, что она никак не не противоречит ничему из того, что было выше, потому что мне не важна структура дерева. Не важна структура дерева. Вот, и, значит, есть теорема, что если объединить обе эти эвристики и, значит, эвристику по рангу, приливание меньшего к большему и сжатие путей, то получится очень-очень-очень быстро. Так, ну, наверное, амортизирован, да, все-таки будет? Окей, значит, теорема. Так, чтобы сформулировать, мне нужно сначала выписать определение функции Экермана. Я ее не знаю, поэтому спешу из Википедии. Его не знаю. Что? Не-не-не, упаси, боже. А я так как рад. Значит, пусть а от mn задано следующим образом. Вот введем такую волшебную функцию. Абсолютно непонятно, куда она берется, что это такое, ну, и мы не будем особо придавать этому значение. Так. Ну, пусть есть такая функция двух аргументов. Понятно, что она корректно определена, потому что, ну, каждый раз, скажем, у вас… А, нет, сейчас непонятно, да? Почему она вообще корректно определена? Ну, нет. Пока нет. А, или вы… Это шутка тебе? Ну, то есть, смотрите, m как бы у нас уменьшается. У нас либо первое вроде уменьшается. Ну, всегда первое вроде уменьшается. Ну, да. Ну, типа, чтобы доказать, что это определение корректно, докажем, что… Индукция по m докажем, что это все определено. Если у меня am-1 везде определено, то amn — это вот, ну, в общем случае, вот эта штука, которая у нас как бы уже… То есть, по сути, здесь написана формула прям для динамики. И мы умеем пересчитывать m-тислой через m-1. Вот. Тогда определим обратную функцию. пусть альфа… так, от… Чего? От n? Нет, от k хочу. Альфа от k — это минимальная такой n, ну, больше равной единицы, больше нуля. Здесь имеется в виду, что все целое, да? mn целое, я это не сказал. Минимальная такая n, больше либо равная нуля, неважно, больше пусть будет, что ann больше равно k. Вот. Сейчас я вот этот скриво написал. Вот. Это в каком-то смысле обратная функция, да? То есть, здесь мы какую функцию определили, теперь смотрим, на какие значения она достигает, то есть, где она достигает каждое значение. Так вот, а — это функция Акермана, альфа — это обратная функция Акермана. Функция Акермана. Это, соответственно, обратная функция Акермана. Так вот, тогда комбинация этих двух эвристик амортизированно даст вам ответ на запрос за o от альфа. тогда комбинация эвристик ну, давайте напишу 1 и 2 даст ответ на запрос за o звездочка от альфа. Даст ответ на запрос за o звездочка от альфа от n. Вот. И прелесть этого в том, что функция А растет чудовищно быстро. А значит, альфа, наоборот, чудовищно медленно. И это хорошо. Значит, тут есть какое-то значение, что, дескать, А4-4 это уже что-то прям бесконечное практически. 2 в степени 2 в степени 6,5-5, 5, 3, 6 6,5-5, 3, 6 минус 3. Вот. Ну, это прям что-то совсем гигантское. То есть, даже 2 вот в той степени это уже что-то за лонг-лонг выходящее. И теперь вы еще 2 в эту степень возводите. Ну, и поэтому вы как бы можете считать, что ваша альфа вот эта вот, она там в среднем не больше, чем 4. Альфа от всех разумных чисел 10,18, 10,100, что угодно. Не больше, чем 4. Вот. Поэтому здесь как бы грубо, часто, иногда, часто, иногда, в смысле, даже скорее часто, часто говорят, что это просто от единицы. Потому что это настолько медленно растущая функция. То есть, она на самом деле, конечно, растет к плюс бесконечности. Потому что, ну, раз а растет к бесконечности, то и альфа вынуждена растить к бесконечности. Вот. Ну, поэтому, то есть, как бы это, с точки зрения теории, конечно, это растущая как-то функция. Но с точки зрения практики, у вас там уж вряд ли будет граф больше, чем на вот стольких вершинах. Поэтому можно считать, что это работает за от единицы, амортизировано. Вот. Ну, все. Это, конечно, без доказательства. Потому что это убийственно. Даже в продвинутом потоке вроде не доказывают. И слава богу. Так. Вот. Значит, это такой результат, да, что это прям очень-очень быстро работает, если у вас, если вы комбинируете эти две эвристики. Упражнение, наверное, на семинар оставим. Что если оставить только вот эту эвристику, но не сжатие по рангу, но не эвристику по рангу, тогда у вас будет тоже логан. Если оставить только эвристику сжатию путей, то ответный запрос будет за о звездочках от логан. Ну, звездочка здесь тоже понятно, потому что, если, скажем, вы проводите изначально какой-то компонент, который является путем, то у вас может быть такое, что чтобы посчитать get, ну, то есть, если вы ни разу не вызывали get, то у вас может быть такое, что вы провели вот такое вот дерево, просто путь на всех вершинках. Но чтобы вам найти get вот отсюда, вам нужно все дерево пройти, то есть, как бы, в худшем случае у вас один get будет работать за o, t, и вы все эти указатели перенаправите в корень. Вот, ну, значит, здесь именно амортизированная возникает сложность, да, а не чистая. Вот, зачем, может быть, нужно не делать вот то действие? Ну, смотрите. Зачем, может быть, это нужно? Может быть, нужно за тем, что вот здесь, когда мы делали эвристику по рангу, мы подвешивали меньшее дерево к большему, то есть, на самом деле, мы определяли ориентацию этого ребра от A к B или от B к A. Есть, по крайней мере, один алгоритм, которому важно, то есть, ну, там, это, конечно, не про SNM, это про что-то более продвинутое, где важно, что вот нужно именно A подвесить к B или именно B к A, то есть, эта ориентация ребра фиксирована, и вы не можете применять эту эвристику, просто потому что вы не вправе переориентировать это ребро. Вам вот нужно именно это подвесить к этому. То есть, там чуть более, там чуть больше требований на структуру, не просто, да, объединить и проверить, лежат ли в одном множестве, а там что-то еще. Ну, то есть, как-то так, что нужно обязательно ребро проводить именно в эту сторону. Тогда просто это неприменимо, и если делать только сжатие путей, то все равно будет логарифм. Хорошо. Сделали. Ну, и того, за сколько у нас теперь работает алгоритм Крускала? Значит, Крускал работает за m log m. Это на сортировку. Еще раз повторюсь, что возможно, как-нибудь это можно взять побыстрее. Плюс, ну, у вас сколько запросов? m плюс n запросов, точнее, у вас m запросов get, o от m запросов get и n запросов unite, потому что у вас n минус 1 раз вызывайте unite, чтобы объединить две компоненты, и там o от m раз вызывайте get. Поэтому, раз каждый запрос обрабатывается за альфу, и на самом деле m больше, чем n минус 1, потому что, значит, граф не связан, и астова нет. Здесь можно написать просто m альфа от n. Вот. Ну, еще раз повторюсь, да, что, конечно, вот это вот слогаемое здесь будет доминирующее, потому что альфа от n растет очень-очень медленно, и, конечно, гораздо меньше, чем log m. Поэтому, как бы, по сути, это можно было бы игнорировать и просто оставить m log m. Это даже хуже, чем было в приме, чем в алгоритме прима. Но, если вот это как-то можно быстро сделать, а мы знаем, что сортировки иногда можно делать довольно быстро, тогда вот основной слогами здесь будет вот это, что даже лучше, чем в приме. Прелестно. Text. И это мы Cruise Color разобрали. Теперь последний алгоритм, алгоритм баровки. Тоже, то есть у нас задача все еще та же, найти минимальный остов. Третий подход к решению задачи. На семинаре тоже поймете, зачем это может быть нужно. Итак, алгоритм баровки. И вообще, исторически, насколько я знаю, алгоритм баровки именно был первым, который разработали для решения этой задачи. Вот. И он дает кое-какие прикольные приложения. Значит, алгоритм такой. Давайте мы для каждой вершины найдем самое дешевое ребро, которое из нее торчит. И добавим его в остов. Соответственно, у меня провелись какие-то ребра, что-то там объединилось в компоненты. И так будем продолжать. То есть, как бы, вот у меня появились компоненты, я ее сжимаю в вершинку, сжимаю их в вершинки, так делаю, пока все не превратится в одну большую компоненту. Например, был какой-то граф. Я для каждой вершины нашел самое дешевое ребро, которое из нее торчит. Ну, скажем, вот так, вот так и вот так. Здесь тоже вот так и вот так. Соответственно, все теперь объединяется в компоненты. Вот это одна компонента, вот это другая компонента. Вы сжимаете эти компоненты в вершины и смотрите опять то же самое. Делаете для каждой вершины. Находите самое... То есть, теперь у вас были еще какие-то ребра вот такие. Вы проводите все эти ребра между этими вершинами. Да, и определяете... Опять, для каждой вершины находите самое дешевое из нее торчащее, сжимаете компоненты и так далее делаете, пока у вас не останется только одна вершина, то есть, пока не сожмется все в одну большую компоненту. Вот. Давайте тоже словами что-то напишем. Значит, алгоритм. Для каждой вершины найти самое дешевое ребро из нее торчащее. для каждой вершины найти самое дешевое ребро инцидентное ей. Дальше на этих ребрах сжать компоненты связанности и запуститься рекурсивно. Как-то так тоже довольно естественно выглядит, то есть, раньше мы как бы... Ну, давайте так, интуицию сначала создадим. Значит, по сути, мы считаем, когда я сжимаю компоненты, у меня граф становится такой. Просто это несколько вершинок, да, и ребра какие-то между ними. Причем, пока что ни одно ребро не взято в астов. Потому что все, что взято в астов, оно на самом деле находится где-то внутри вершинок, и мы их как бы уже сжали, уже считаем, что это одна вершина, и как бы больше ни одно ребро вот в текущем графе в астов не взято. Тогда, по сути, что я делаю? Я говорю, что каждая вершина это отдельная, как бы отдельный кусок моего минимального астова, и могу провести вот такой вот разрез. Вершина и все, что лежит вне нее. Для каждой вершины нахожу минимальное ребро, безопасное, да, то есть безопасное ребро, пересекающее такой разрез. Вот пусть вот это оно. И говорю, что его можно добавить в астов. Ну, и так дело для всех вершинок. Получается суммарно, как бы для... Ну, по сути, я для каждой вершины применил лему о безопасном ребре, и все это скинул в новый граф. Вот. Хорошо. Ну, здесь есть нюанс, что надо аккуратно выбирать самое дешевое вот это инцидентное ребро. Пример давайте нарисуем. Вот пусть граф вот такой. Три вершины, все три ребра имеют вес один. Тогда, если никак не специализировать, не... Ну, да, не специализировать, как именно вы выбираете каждое ребро инцидентное, самое дешевое, то может быть такое, что вы выберете для вот этой вершинки вот это ребро, для этой вершинки это ребро, для этой вершинки это ребро. И все эти три ребра добавите в минимальный астов. Вот. Понимаете, что это плохо, потому что в астове не должно быть циклов. Значит, нам нужно немножко аккуратнее это делать. А именно, если из вершины выходит несколько ребер с одинаковым весом, давайте возьмем в астов то из них, которое ведет вершину с минимальным номером. Если из В есть несколько ребер с минимальным весом, выберем из них то, которое ведет в вершину с минимальным номером. Вот. Ну, тогда здесь циклов не будет. Например, если я назову, что это вершинка номер один, это вершинка номер два, это вершинка номер три, давайте перерисую. Тогда для единицы у меня есть два минимальных ребра, и я говорю, что, ну, как бы лучше из них это ребро в двойку, потому что он ведет в вершину с минимальным номером. То есть я взял вот это ребро. Дальше из двойки опять есть два ребра в один и в три, и из них лучше это ребро в один, потому что один, да, меньше, чем три. То есть я это ребро как бы повторно беру, но на самом деле просто беру его один раз, просто говорю, что это ребро надо взять. Для тройки я беру вот это ребро, как ребро, ведущее, ну, то есть из всех минимальных выбираю то, которое ведет в минимальную вершину. Ну, а это уже хороший астов. Вот, давайте поймем, почему, то есть нам надо доказать корректность, надо доказать оцикличность, то есть мы ни на каком шаге не добавим цикл. Сейчас этим всем займемся. Давайте те ребра, которые я провожу, которые я добавляю, которые я вот эти вот выбираю, минимальные, давайте я их ориентирую. Значит, здесь я нарисую такую стрелку, здесь такую и такую. То есть, если я из V выбрал ребро E, то я нарисую на нем такую ориентацию. То есть как бы E породилась вершинкой V. Вот, как бы, такое ребро надо взять. Тогда, по сути, что я делаю? Вот у меня был какой-то граф, я нарисовал по одному исходящему ребру из каждой вершины. Тогда на самом деле такой граф обязательно выглядит как-то так. Есть некий цикл и к нему подвешены деревья, вот такие. Вот. Еще это так называемый функциональный граф. Функциональный граф. Функциональный граф это такой, что у каждой вершины исходящая степень ровно один. Как у нас, да? Мы для каждой вершины определили ровно одно исходящее из нее ребро. Вот. Тогда можно легко показать, что, ну, там, каждая компонента, то есть мой граф обязательно распадается в объединение нескольких таких кусочков. Каждый кусочек, это цикл, на котором навешаны несколько деревьев. Вот. Это почти очевидно, потому что, как это устроено, да? То есть вы начинаете в произвольной вершинке В, идете по стрелкам, идете, 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 идете по стрелкам, рано или поздно вам придется вернуться в какую-то из депрещенных вершин. Вот. Ну, значит, у вас вот есть вот этот цикл, ну, потому что вы не можете бесконечно идти по новым вершинкам. Вы когда-то вернете в этот путь, у вас, получается, вот есть цикл, ну, и, как бы, что тут еще говорить, да? Больше никаких циклов быть не может, потому что, там, как еще это все может быть устроено? Просто есть какие-то еще вот такие входящие сюда стрелки, которые являются, ну, по сути, у вас еще к каждой вершине цикла подвешено какое-то дерево. Вот. Никак по-другому этот граф выглядеть не может. Просто у нас тут еще раз есть такой цикл, да, и к нему подвешены, как бы, в него идут такие стрелки, которые все вот к этому циклу стекаются. Но, смотрите, за счет того, что я выбрал ребра таким образом, у меня получается следующее. Вот давайте посмотрим два последовательных ориентированных ребра. То есть для вершинки В я выбрал вот это ребро Е1, для вершинки У я выбрал вот это ребро Е2. Ну, и уж как минимум вес Е2 меньше ребра равен вес Е1. Да, потому что из У торчат оба эти ребра, у нас исходный граф неориентированный, есть оба эти ребра, и Е1, и Е2. И для У я выбрал Е2. Значит, его вес точно уж не больше, чем вес Е1. Значит, проход по вот этим стрелкам в этом графе, в этом ориентированном графе, мне можно только уменьшать вес текущего ребра. Вес ребра при приходе по стрелке может только уменьшаться. А раз он может только уменьшаться, то на вот этом вот цикле все веса ребер одинаковые, потому что здесь было Х, то здесь меньшее добро равно Х, меньшее добро равно Х, меньшее добро равно Х, меньшее добро равно Х, меньшее добро на Х, меньшее на Х. Вот. А значит, если где-то было строгое уменьшение, да, там, Х и Х-1, тогда здесь все числа должны быть меньшее на Х-1, значит, здесь тоже меньше, чем Х. Такого быть не может, поэтому веса всех этих ребер одинаковые на этом цикле. Веса всех ребер одинаковые на этом цикле. вершинами ребро туда-обратно. Цикл обязательно вот такой. Из У в В, давайте из А в В и обратно. Почему это так? Пусть не так, да, пусть есть какой-нибудь там цикл побольше, например. Это значит, что для вершинки А, то есть еще раз, да, все ребра на этом цикле имеют одинаковый вес, если я для А выбрал Б, а не С, то это значит, что Б меньше, чем С. Если я для Б выбрал С, а не А, это значит, что С меньше, чем А. Если я для С выбрал А, а не Б, значит, что А меньше, чем Б. Противоречие. Да, вот такого-то уж точно не бывает. Вот, поэтому никакой такой содержательный цикл нам не доступен, его не может быть в нашем графе, потому что мы выбираем ребра вот так вот, то есть ребра с одинаковым весом, среди ребер с одинаковым минимальным весом мы выбираем ребро, которое ведет в вершину с минимальным номером. Поэтому мой граф на самом деле вот такой. Есть такой цикл, и к нему подвешены какие-то здесь деревья. Вот что-то такое нарисовано. Как-то так. Вот, хорошо. И что я теперь хочу сказать? А, ну все, это значит, что у меня уже точно не будет цикла. Потому что проблема была как раз таки из-за вот таких длинных циклов, которые я, если я все ребра добавлю в минимальный остов, то у меня в минимальном остове как бы есть цикл. Но это явно бред. А в этом случае, когда у меня цикл вот такой туда и обратно, то на самом деле я добавляю просто это одно ребро, и никаких циклов не возникает. Потому что это просто по сути дерево. То есть тут как бы есть два противоположных ребра, каждым из которых подвешено дерево. Ну и на самом деле эти два ребра это одно и то уже неориентированное ребро в основном графе. Значит, циклов точно не появляется. Циклов пластов не добавим. Не добавим. Это уже хорошо. Значит, дальше. Корректность. Почему? Как тут можно применить лиму о безопасном ребре? Почему мы действительно проводим безопасные ребра всегда? Давайте пойдем по этому дереву снизу вверх. Вот для этой вершины то есть давайте рассмотрим вот такую компоненту связанности. Просто одну вершинку. Я выбираю самое дешевое ребро, которое из нее торчит. Поэтому понятное дело, что я могу вот эти две вершинки слить. То есть это точно ребро безопасное. Дальше. Для этой вершины я теперь должен выбрать самое дешевое ребро, которое торчит в принципе из всей вот этой вот компоненты. То есть... Сейчас. Значит, пауза. Я что делаю? Я все вот эти ребра как бы скопом добавляю в миностов. Но лима безопасного ребра мне пока позволяет делать только по одному ребру. Вот одно ребро добавил, пересчитали компоненты. Следующее, следующее, следующее. По одному. А здесь я все скопом хочу добавить и хочу сказать, что это корректно. Значит, так вот почему. Я иду по этому дереву снизу вверх. Еще раз. Для листика я могу так сделать. Объединил. Теперь, когда я объединил вот это вот все в одну компоненту, мне нужно найти самое дешевое ребро, которое торчит из этой компоненты во внешность графа. Но смотрите. Все ребра, торчащие из этой вершины, да, все ребра, торчащие отсюда, имеют вес хотя бы такой, как вот это ребро. Хотя бы как вес Е. Потому что Е самое дешевое было. А из этой вершины мы нашли новое ребро Е штрих, вес которого не больше, чем вес Е. Потому что я выбираю Е штрих вместо Е, когда нахожусь здесь. Поэтому все ребра, в принципе, выходящие отсюда, не лучше, чем ребро Е штрих. Не лучше, чем ребро Е штрих. Значит, я могу сделать такое объединение. Вот. Ну и так далее, и так далее. Потому что вот я каждый раз, когда иду вверх, у меня вес этого ребра уменьшается. И поэтому это действительно настоящее минимальное ребро, которое отсюда торчит. значит, ну то есть добавление скопом всех этих ребер даст нам действительно последовательное применение операции добавления безопасного ребра. Так, ну и давайте уж, извините, я задержу на пару минут. Надо доказать асптотику, за сколько это работает. Я утверждаю, что это работает за Mlogan. Это почти очевидно. Надо только понять, что итерацией будет логарифмом. Так как, ну, итерации в рекурсии меньше ребра равно логарифм. Давайте вспомним, что происходит при спуске в рекурсию. У меня был какой-то граф, я построил, взял вот какие-то ребра, сжал компоненты и спустился в рекурсию. Тогда смотрите, как меняется число вершин при спуске. Вот у меня было N вершин. Я как-то какие-то ребра сжал, и у меня, соответственно, число вершин уменьшилось. Так вот, я утверждаю, что число вершин уменьшилось хотя бы в два раза. И на следующем шаге вершин не больше, чем N пополам. Ну, потому что каждая вот такая компонента, она состоит хотя бы из двух вершин. То есть вот этот цикл обязательно есть, между двумя вершинками обязательно есть. Ну, потому что граффункциональный обязательно должен быть цикл, и цикл не может быть длины хотя бы 3 обязательно такие две вершинки соединены в каждой компоненте и значит в каждой компоненте есть хотя бы две вершины значит суммарный компонент не больше чем половина числа вершин если было вот столько вершин кто компонент не больше чем половина от исходного числа вершин и дальше вот эти вот все компоненты сжимаю в новые мета вершинки дав такие кластеры вершин перехожу к новому графу в котором число вершин вдвое хотя бы вдвое меньше чем раньше Значит, суммарно глубина рекурсии будет логарифм n Ну и понятно, что на каждом шаге я работаю примерно за от m Потому что мне нужно для каждой вершины найти минимальное ребро из нее исходящее Это делается просто за число ребер Для каждой вершины надо найти минимум Потом вот здесь что-то поджимать Это тоже по сути какой-то там DFS обычный на графе Ну значит, на каждом шаге рекурсии мы работаем за от m За от числа ребер И мне нужно это сделать логарифм раз Поэтому симпатичка такая Все, спасибо До свидания